Вещи, которые мы находили в ходе работ, например, было найдено несколько кружек, говорили о том, что люди, которых вывозили к месту расстрела, даже не знали, что они едут в свой последний путь. И заканчивался он в расстрельной яме. Об одной из них, той, которая в Миллерове, говорит на суде Владимир Щербанов. Он руководит региональным отделением поискового движения России. Его бойцы занимались раскопками массовых захоронений мирных жителей. То, что увидели, потрясло даже опытных поисковиков. Останки как минимум 250 человек разных национальностей. Женщины, дети, мужчины возрастом до 80 лет. И это не военнопленные, отмечает эксперт, гражданские. Кого-то расстреливали прямо в яме, ставя на колени поверх убитых ранее. Кого-то умерщвляли в душегубках и потом привозили к общей могиле. Похожая ситуация в Сальске в карьерах кирпичного завода. В Сальске более трех тысяч расстрелянных, погибших, замученных. Но там были найдены кремированные останки, сожженные останки людей. И дело в том, что вот в ямах с сожженными останками не было найдено ни пуль, ни осколков каких-то. И даже есть основания полагать, что сжигались заживо. Страшные находки поисковики передавали судебным медэкспертам. Им предстояло установить пол-возраст причины смерти. И специалисты приходят к выводу – уничтожение мирного населения было систематическим и целенаправленным. Когда мы работали в первом захоронении в Сальске, мы нашли детскую косичку. Девчачью детскую косичку. Этому ребенку было где-то года четыре. Девчонке этой. Я каждый день, заплетая своих дочерей, вспоминаю эту косичку. Когда убивают путем расстрела. Вот такое дитя – это, безусловно, геноцид и ничто иное. Поиски массовых захоронений мирных жителей начали в 2020-м. И если раньше считалось, что во время оккупации нашей области погибло около 90 тысяч гражданских, то теперь эксперты говорят о цифре вдвое больше. Мнение специалистов, архивные данные и показания очевидцев тех событий рассматривают в судебном процессе о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей нацистами в Ростовской области. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.